Вот для вас, я насколько понимаю, 86-й год, он знаковый в том плане, что не стала вашей мамой, с одной стороны, с другой стороны, вы стали мамой. Да, родился сын, да. Я так понимаю, что сын родился в ноябре, 7-го ноября, да, Константин родился 86-го года, а мама ушла раньше? Октября. Октября, да? Неправильно написано в википедии. Ну, они неправильно пишут, да. А она в ноябре умерла, да. А, то есть она всё-таки... Нет, она его не видела, нет. Она уже в больнице лежала. Она уже болела, да. Тяжело переживали вы уход мамы? Или вы такой человек, как, ну, условно говоря, военный, который... Ну, нет, я не военный человек в этом плане, ну, так сказать, это жизнь, что делать. Ну, а вы вообще считаете, что вы человек воли, вы любой человек? Потому что, наверное, я говорю, что вот я упоминал эпизод, ну, когда у вас была нештатная ситуация на орбите, что там все говорили, что вы хладнокровнее своих партнёров отреагировали на это. Вы вообще, в принципе, себя считаете волевым человеком? Ну, как отреагировать на какую-то ситуацию, это здесь не... Реакция это не признак воли, это признак подготовленности, психологической устойчивости, стрессоустойчивости, подготовки профессионально, это не показатель воли. Это готовность работать в каких-то вот нештатных ситуациях, к которому человек должен себя готовить, конечно. Ну, вы знаете, я не хотел бы, наверное, второй раз поминать первую женщину космонавтики Решкова, но я думаю, что она была подготовлена, тем не менее, вот, ну, ситуацию, ну, вот, это известный факт, они о нём писали много и говорили, ну, казалось, не готова, допустим. Ну, это... Меня интересует, вы когда полетели, спустя много лет в космос, у вас другие были условия в смысле комфорта, в смысле технической оснащённости, или это разницы не было? Нет, ну, что значит условия и комфорта? Конечно, первые корабли, ну, они были настолько, с одной стороны, надёжные, настолько простые. То есть, там ведь даже, вот, первые корабли Восток, они же даже, там, человек не мог вмешаться в то, чтобы там как-то что-то изменить. То есть, от Гагарина ничего не зависело? Нет, зависело в том, что если что-то случалось, там, например, не прошла ориентация, автоматически не сориентирован корабль, тогда можно взять ручное управление, его сориентировать, включить, значит, ну, двигатели, значит, включить программу, и чтобы двигатель сработал, при этом ориентацию ты поддерживаешь. Ну, и, кстати говоря, было, ну, это уже на другом корабле, вот у Леонова с Беляевым было, сейчас вот фильм вышел, там, ну, там этот эпизод тоже обыгран, ну, так как они это, так сказать, обыграли, ну, показали. Там тоже была проблема с ориентацией, то есть, автоматическая ориентация не прошла, им пришлось, значит, ну, это штатное, брать вручную, ориентировать и включать, то есть, это человек мог сделать. Ну, например, если, как говорят, там, что человек заметил, что там что-то не то заложено, и взял, перезаложил, там что-то сообщил, ну, это фантазия, такого там быть не могло, эти корабли этого не позволяли. А вот в случае чего, там, да, можно было, так сказать, сориентировать, спуститься, потом каким-то образом там управляли, можно было управлять системой жизнеобеспечения, там, ну, то, что касается, значит, существования человека, да, это корабли позволяли. Они были простые, тем более они ведь делались как, первый полет, это была серия шесть кораблей, они фактически были одинаковые почти. И первый полет вообще непонятно был, как человек себя поведет в эту историю, вы знаете, там, значит, даже какой-то код там писали, логический замок делали, а вдруг там человек, значит, не будет, так сказать, хорошо ориентироваться, ну, Гагарин, ну, кажется, сообщил, но это известная история. Поэтому делалось на то, как говорится, чтобы все это было просто и надежно. Вот, но чтобы в случае чего все-таки подготовленный человек мог вмешаться в управление, сориентироваться и спуститься, именно спуститься, а не улететь куда-то. А вот менять программу, там было жесткое, программа мельного устройства, они стояли, они жесткое устройство, которое вот запускалось, оно работало. Уже человек там наверху ничего не мог поменять. И снизу даже не могли поменять. Вы знаете ситуацию, когда мы летели на замерзшую станцию, которая вообще была совершенно неизвестна, стыковаться с абсолютно с куском льда фактически, который технически заледенел. Так что там совершенно разные были моменты. Нет, ну, во-первых, это уже была другая техника, понимаете, вот вы спросили, какие условия. Да, мне было интересно. Конечно, там условия были совершенно другие, то есть там... Более спартанские. Ну, наверное, более спартанские, да. А с другой стороны, значит, ну, я не знаю, как... Не то, что спартанские, но там даже в плане жизнеобеспечения они были менее комфортно, потому что люди не снимали скафандры, они сидели все время в скафандрах. Это потом только начали скафандры снимать. Вот. Это не очень-то удобно в скафандре все время сидеть, да. Но это нормально, тебя тренируют, то есть пошел туда, значит, поэтому работай так. Вот. Поэтому, конечно, условия были потом уже другие. И сейчас они другие. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА